Так, друзья мои, приветствую, что вы с ценой биткоины в ближайшее время и какие лонги планирую открывать лично я. Сегодня всем с вами поделюсь в этом обзоре, без долгих слов сразу погнали к делу. Для начала мы с вами разберем, что происходит на биткоине, нам нужно освежить в памяти то, что мы разбирали в прошлых обзорах. Смотрите, 110 дней мы с вами на текущий момент находимся в консолидации. В прошлом обзоре, помните, я вам показывал на истории, то, что средняя консолидация длится 120-150 дней. Это первый важный фактор, который нам с вами сегодня нужно зафиксировать. По сути, за последние 30 дней цена биткоина практически не менялась. Да, у нас был небольшой выход вверх, по-моему, там выходили какие-то положительные новости с точки зрения эфир ETF, после чего мы вернулись обратно в зону 66 тысяч долларов и так в районе ее и торговались. Но сейчас, по моему мнению, время консолидации подходит к концу. Я думаю, то, что исчисляется уже буквально пара-тройка недель. И после этого нас, соответственно, ждет с вами более интересный выход вверх. С одной стороны, у Лангова сейчас может быть еще рановато. Ну, просто потому, что может еще рынок просесть, может быть до 60 еще сквизовое движение. Но, с другой стороны, я сегодня поделюсь с вами своей логикой открытия позиций. Я не хочу пропустить следующее сильное движение. Да, и опять же, если вы не смотрели прошлые обзоры, обязательно посмотрите. И если вы еще не поставили лайк под это видео, обязательно поставьте, чтобы не пропускать обзоры. И, так сказать, пазлик у вас полностью складывался после того, как вы все это дело посмотрите. И потом сможете адаптировать уже непосредственно для своей торговли. Итак, с точки зрения биткоина, смотрите, у нас картинка какая. Сейчас биткоин находится в боковике 110 дней. При этом, при всем, биткоин у нас вырос уже со своих нижних значений, да, так скажем, на 340%. И по этой причине биткоин мне сейчас не очень интересен. Плюс, плюс на биткоин уже приняли ETF. Плюс биткоин отыграл все свои новости. Но у нас же есть с вами еще один очень хороший кандидат на то, чтобы лонгануть. А именно эфир. И, собственно, сейчас вы можете примерно видеть, как я собираюсь держать лонг по эфиру. Я уже начал формировать свою позицию. И сегодня, собственно, с вами в обзоре этим поделюсь. Давайте мы с вами договоримся, что обновление по тем позициям, которые я вам расскажу сегодня. Я, естественно, вас ни к чему не призываю, ни торговать, ни открывать. Упаси господи. Просто, если вы захотите со мной наблюдать в режиме реального времени, обязательно подпишитесь на телеграм-канал. Ссылочка находится под этим видео. Там я буду более оперативно рассказывать вам, что происходит с моими текущими позициями. В частности, мы сегодня с вами откроем, я, точнее, сегодня открою два лонга по биткоин и по эфиру. Но и так, в принципе, в телеграме больше моих мыслей по рынку. Рассказываю, что покупаю, что продаю и так далее. Переходите и обязательно подписывайтесь. Итак, поехали по эфиру. Смотрите, разбираем картинку с точки зрения техники, разбираем картинку с точки зрения фундаментала. По технической картинке у нас с вами очень хороший, очень красивый, восходящий тренд. При этом, при всем, у нас очень просто сочный график. Ну вот вы посмотрите, как это было великолепно. Сначала у нас была раздача на хаях, после чего мы указываемся на дно. После этого у нас происходит длительная консолидация. Причем, важный момент, у нас консолидация на эфире с вами длилась 500 дней. 500 дней консолидации, после чего у нас происходит выход вверх. Да, вот у нас был первый выход, потом была консолидация порядка двух месяцев. Сейчас у нас был с вами последний выход. Он закончился в марте, 11 марта 2024 года. То есть прошло уже порядка четырех месяцев. Так, три или четыре месяца, давайте замерим, чтобы быть точным. Да, порядка четырех месяцев уже прошло. И, соответственно, сейчас, как по мне, эфир уже готов к тому, чтобы делать новый мув. У нас здесь очень важный момент. Почему мы не открывались с вами вот здесь, да, опять же, вы можете это посмотреть в прошлых обзорах. Потому что когда рынок делает резкое движение, импульсное, после этого открывать позиции не очень хорошо. Почему я здесь не открывался? То же самое. То есть когда идет резкий выход вверх, резкий импульс вверх, нужно дождаться некого равновесия, некого баланса в рынке, чтобы покупатели и продавцы, давайте будем так условно называть, определились, какая цена для актива является более-менее справедливой. И сейчас, после последнего импульса, мы видим то, что у нас с вами прошло уже 30 дней. И мы можем говорить, что в целом, как бы, эфир этот импульс более-менее удержал. Да, у нас сейчас есть просадка, да, мы там опустились до уровня 3,5 тысяч долларов. И допуская то, что мы можем с вами спуститься еще, потому что на младшем таймфрейме, если мы с вами трехчасовик откроем, да, здесь вот можно посмотреть, у нас нисходящий канал. И вполне вероятно, кстати, что я буду помимо тех лонгов, которые сейчас, вам еще будут какие-то краткосрочные, наверное, да. То есть вот вполне вероятно, что мы сейчас пойдем еще, может быть, куда-то вниз ходим. Плюс мы здесь ушли за 200-ю скользячку, это трехчасовой график. То есть на младшем таймфрейме у нас движение вниз еще может быть. Но мой лонг, он с дневки, он как бы и по технике, и по фундаменталу. Я вам сейчас опять же логику свою объясню. Смотрите, с точки зрения техники, восходящий тренд, закрепление над уровнем 3000 долларов. И самое важное лично для меня здесь, это следующие факторы. Первое, это принятие ETF на эфир, да, то есть биткоин у нас уже эту всю историю с ETF отыграл. Эфир сейчас только готовится, готовится к тому, чтобы этот мув отыграть с принятием ETF, с вливанием денег институционалов и так далее. И я так предполагаю, что здесь движуха будет посильнее, чем на битке, просто потому что на эфир ETF не так все ждали. Здесь я так думаю, поскольку эфир, опять же, он более технологичен, он более применим в реальной жизни, и облакчейном гораздо больше людей пользуются, на самом деле, да, если мы будем вглубь с вами копать, то здесь я вижу очень хороший потенциал абсайда по фундаменталу. Плюс, плюс, мы с вами, если откроем график биткоина к эфиру, давайте мы сейчас прямо это с вами сделаем, то мы с вами видим то, что эфир относительно биткоина на минимумах, на минимумах трех, даже четырех годовалых, да, в мае 21 года последний раз был эфир на таких значениях, потом еще один раз был в 22, но быстро оттуда ушел. Если мы с вами откроем недельный график на эфире, это, напомню, график биткоин по отношению к эфире, да, мы здесь видим с вами дивергенцию. Цена идет вниз, ресайд, соответственно, идет вверх. Вот, это то, что касательно технической картинки. И есть еще технические фундаментальные картинки. И есть еще один очень интересный момент, который заключается в том, что мы в целом с вами сейчас находимся на пороге нового бычьего цикла. Ну, по крайней мере, если вы так не считаете, то я не знаю, зачем вы вообще занимаетесь в крипте, что вы здесь делаете. Вот, и по моему мнению, по моему мнению, сейчас одно из лучших времен, с точки зрения тайминга вообще, в принципе, для того, чтобы делать лонги. Объясняю причину, почему сейчас в моей картине мира одно из лучших времен. Когда мы с вами говорим про то, чтобы зацепить вот это бычье движение, нам с вами важно не зайти слишком рано, именно на фьючах, да, потому что мы же с вами платим фандинг, возможно, нам придется там закрывать позиции, у нас есть риски, которые мы несем и так далее. И нам важно не зайти с вами слишком поздно, да, уже не залетать последнего года. И в моей картине мира, опять же, сейчас идеальная ситуация. То есть, давайте мы с вами откроем график эфира, сейчас, секунду. То есть мы с вами уже вышли из медвежки, мы с вами уже вышли из накопления, мы с вами уже сделали первый импульс, да, и при этом при всем мы с вами сейчас имеем вполне себе адекватную консолидацию, вполне себе адекватную коррекцию для того рынка, в котором мы находимся. И вот самый важный момент, почему я не торопился с такими лонгами среднесрочного характера. Потому что если открыть эти лонги рано, можно просто психологически не досидеть до финальной кульминации. А финальная кульминация в моей картине мира, опять же, она будет что-нибудь типа от трех до шести месяцев. Вот от текущего момента я ожидаю, что на протяжении шести месяцев, то есть до конца 2024 года, грубо говоря, мы увидим какой-то очень хороший мув и по битку, и по альтам, и в частности по эфиру салоны, которые мы с вами разбираем. И опять же, отталкиваясь от всего этого, мы можем с вами говорить, что идея выглядит вполне себе неплохо. Да, кстати, друзья мои, напомню, если вы торгуете криптой, делайте это на правильной бирже, бирже, на которой я в основном торгую, бирже Bybit, как вы знаете, если у вас аккаунта нет, создавайте его по ссылке под этим видео. Также, если вы создаете аккаунт по нашей ссылке под этим видео, вы получаете бонус от Bybit до 30 тысяч долларов за выполнение депозита и выполнение заданий по торговому объему. И также, также вы можете от нашего проекта получить доступ в скальп-канал. Для этого вам нужно будет перейти вот сюда в криптор бонус-бот и прислать свой OID с биржи Bybit. Показываю вам, как выглядит наш скальп-канал. Собственно, здесь ребята из нашей команды торгуют скальп-сделки. Это среднесрочные сделки, которые ведут трейдера из нашей команды. Поэтому, если вы хотите торговать вместе с нами, регистрируйтесь на Bybit, создавайте аккаунт и переходите. Ну, а мы с вами продолжаем. Смотрите, следующий важный момент. Как вы знаете, я часто смотрю с точки зрения рыночного интереса, чтобы понять, куда вообще смотрит народ, насколько перегрет рынок и так далее. Я смотрю на фандинг. Если мы с вами перейдем в вкладку ставки финансирования, то мы с вами видим то, что в целом, несмотря на то, что мы находимся с вами на хаях, рынок как будто в это… Ну, не то, что на хаях, несмотря на то, что мы очень сильно выросли и мы должны расти дальше, рынок в это как будто не верит. То есть, если мы посмотрим с вами на значения фандинга, то они вполне себе в адекватных значениях. Да, где-то есть небольшие перегревы, там от биржи к бирже, значения меняются, но в целом, в целом, для меня это звоночек крайне положительный. Просто потому, что у нас как бы не было… Просто потому, что у нас нету на текущий момент какого-то еще раз мощного перегрева. Двигаемся с вами дальше. Касательно ликвидации. Как вы помните, я люблю открывать лонги после хорошей волны ликвидации, которую у нас, к сожалению, давно не было. Ну вот, например, вот таких, да, вот это очень хорошая ситуация для открытия лонгов. Таких палок у нас давно с вами не было. И именно по этой причине, именно по этой причине я не набираю всю позицию прям по текущим. Я вам объясню сейчас, как я буду набирать позицию. Потому что с точки зрения эфира я вижу все предпосылки к тому, чтобы все-таки до 3000 мы сходили. И это моя ставка на то, что я до 3000 долларов должен полноценно уже сформировать свою позицию. И плюс еще с точки зрения… Так, что я вам хотел сказать-то? Забудался. Ладно, вылетел из головы. Если вспомню, потом скажу, так, фандинг обсудили, это обсудили. А, вспомнил. По поводу индекса страха и жадности. Я вам, конечно, хотел сказать, что у нас сейчас происходит в рынке. И жадность без экстремумов. То есть это все походит сейчас плюс-минус на то, что мы видели с вами в 2020 году в начале прошлого бычьего рынка. Плюс-минус. То есть вот где-то здесь. Окей. Двигаемся с вами далее. С точки зрения эфира. Как я вообще планирую формировать свою позицию и какой тайминг у моей позиции будет? Я вам уже сказал по поводу тайминга. Это от трех месяцев и более. Планирую держать эфир с целями до минимум 7 тысяч долларов. Собственно, как будет вообще выглядеть все происходящее? Я планирую набирать свою позицию в красной зоне, которую вы сейчас видите на графике. Точнее, не планирую. Я уже начал набирать свою позицию вот в этой зоне. Соответственно, набор позиций у меня до 2850 долларов по эфиру. Торговать я ее буду на изолированной марже, на инверсном контракте на Bybit. На Bybit есть функция инверсных контрактов. Это когда вы в качестве залогового обеспечения используете именно основной актив. То есть, если я торгую эфир к доллару, то я открываю позиции не за USDT, а я открываю позиции именно за эфир. То есть, у меня здесь в качестве основы для моих пост идет именно эфир. Почему так? Потому что, если я буду лонговать, то я буду получать не только просто профит в долларах, а я буду получать больше эфира. И, собственно, сам эфир будет расти в цене. Лонговать выгоднее, особенно так вот долгосрочно, среднесрочно, когда вы планируете забирать большие движения именно на инверсных контрактах. Я не знаю, может быть, еще есть где-то инверсные контракты. Но вот я вам уже говорил, если у вас на Bybit аккаунта нет, создавайте его по ссылке под этим видео. Ну и давайте договоримся, что я вам, может быть, в ближайшее время запишу какой-то отдельный гайд по инверсным контрактам, потому что штука прикольная. И, опять же, все именно такие среднесрочные позиции на фьючах, которые на несколько месяцев я планирую держать, я делаю именно через инверсный контракт. Окей. Собственно, позицию набираю вот в текущей зоне до 2850. Почему именно здесь? Потому что, как по мне, было бы красиво нам сейчас сходить вниз, протестировать еще раз 200-ую машку. Возможно даже зайти чуть-чуть вниз за нее, да, и после этого уже начать более-менее адекватный рост. Потому что, еще раз, в текущем рынке все-таки по графику на младших таймфреймах, типа там 3-4 часа вики, допускаю еще волну снижения, допускаю, что еще раз до 3000 мы можем с вами дойти. Что со стоп-лоссом? Где планирую закрывать свои позиции, если вдруг что-то пойдет не так? Как вы понимаете, вести текущие позиции – это мероприятие довольно-таки интересное, потому что ты же не только рискуешь своими деньгами, за тобой еще начинает наблюдать очень большое количество людей. Вот это, конечно, не самый приятный элемент, но раз уж ввязался, буду вам все рассказывать. Смотрите, где-то на 2500-2450 будет располагаться уровень банкротства или ликвидации моей позиции. То есть в данном случае моим стоп-лоссом будет являться окончание маржи в моей позиции. Я буду лонговать эфир, вероятно, на пятом плече, да, и при этом при всем цена у меня будет средняя. Если мы пройдем по всему вот этому диапазону, у меня средняя цена будет что-то в районе там 3000 долларов, может быть, 350. Почему у меня цена будет 3, а не посередине? Потому что я набираю позиции пирамидкой, да, то есть я чем ниже, тем больше располагаю ордера. Ну, грубо говоря, например, здесь ордер на 1000 долларов, здесь на 2, здесь на 3, здесь на 4, здесь на 5, здесь на 6, здесь на 7, здесь на 10. Вот, у меня здесь раскидано на текущий момент 6 ордеров, да, часть уже позиции, как я сказал, набрана, и часть, соответственно, я ожидаю набора в течение ближайшего времени. Вот, это что касательно эфира. Лонговать ли вам со мной или нет, вы, естественно, принимаете решение самостоятельно. Напомню то, что данное видео не является ни в коем случае никакими инвестиционными рекомендациями. Мне просто интересно вам показать логику своих рассуждений, что я делаю, почему я открываю те или иные позиции и так далее. На мой взгляд, эфир на текущий момент является одним из самых лучших трейдов с точки зрения именно соотношения риска и прибыли. То есть, почему я не открываю там на каких-нибудь щитках типа ПП, Флоки, я не знаю, там ВИФ и так далее. Просто потому, что они в моем понимании очень такие вот непредсказуемые с точки зрения именно сквизов. То есть, понимаете, когда актив низколиквидный, его могут вот так взять, просквозить, собрать ваши стопы, собрать вашу ликвидацию и поехать дальше выше. Может ли быть такое на эфире? Теоретически да, но практически, если мы смотрим на график эфира, таких вот прямо резких палок, такого, чтобы эфир там одной свечой упал больше, чем на 20% за день, ну реально, я даже на текущем графике их особо не вижу. Да, здесь вот были большие красные палки, но опять же, вам кажется, что они большие. Тут по сути падение это на 17-15% одним днем. Просто из-за того, что здесь уже ценовые движения большие, в процентах они не такие большие. Вот. И, собственно, именно поэтому я не лезу там в какие-то щитки, в биткоин, с другой стороны, да, я лезть не хочу, потому что, ну какой здесь абсайд? До 100 тысяч долларов? Ну мне как бы неинтересно, а по сути на битке стоп надо ставить куда-то вот сюда на 50 тысяч долларов. Вот. Поэтому на эфире, как по мне, сейчас очень хороший трейд, который я готов взять на себя. Это тот риск, который я готов взять, да, то есть условно рискую x денег, чтобы заработать x5. С точки зрения соотношения риск-реворда, да, если мы с вами посмотрим, ну давайте вот поставим, допустим, со средней 3050 за эфир, и при этом у нас будет там цена стоп-лосса что-то типа 2500. Объясню маленький момент для юных зрителей, почему я здесь не проставляю ручной стоп-лосс, просто потому что это сделка среднесрочная. Вполне вероятно, я буду закрывать ее досрочно, если там рынок вдруг будет вести себя не так, как мне нужно, если вдруг что-то пойдет не так, негативный новостной фон и так далее, и так далее, и так далее. Я, естественно, позицию закрою руками, я вам уже говорил, обязательно подпишитесь на телеграм-канал, я там буду более оперативно все сводки вам давать, плюс свежие порции мемов про тапольщиков, они включены в подписку на телеграм-канал, вот поэтому по ссылке переходите, подписывайтесь. Так вот, продолжая в тему эфира, соотношение у нас получается что-то типа 1 к 7, 1 к 8, то есть понятно, что здесь позиция будет долгое время вестись, и итоговые значения мы поймем с вами чуть позже. С точки зрения рисков, я здесь, естественно, выделяю больше риск, чем стандартные выделяю, порядка 5% от моего депо будет выделено на эту сделку, то есть если я здесь ухожу по стопу, то это будет потеря порядка 5% моего депозита, неприятно, но не критично, и как бы мне не хочется просто сейчас, да, вот у меня нет настроения скальпить, у нас команда торгует скальпить, у меня этого настроения нету, мне проще вот набрать позицию и все такое прочее. Следующий вопрос, что я буду делать, если вдруг, мало ли, сейчас у нас не пойдет движение вот сюда вот вниз, да, как я это предполагаю для набора позиции, а мы поедем с вами сразу вот плюс-минус отсюда вверх на текущем, ну тогда я буду просто пирамидить свою позицию, пирамидинг это именно набор позиций по тренду, то есть мы же будем расти все равно, вероятно, с какими-то откатами, и вот, собственно, на откатах я буду уже пытаться сформировать свои позиции, но моя ключевая задача именно дотянуть ее до максимальных значений, то есть додержать до следующего импульса, и как бы многие люди этого не понимают, кто не особо опытен в торговле, что нету вот каких-то секретных секретов, там, волшебных схем, и как вы видите, у меня нету в комнате хрустального шара, да, есть некоторые предположения, есть некоторые мысли, и дальше вход включается на самом деле очень сильный фактор психологический, потому что держать позиции на фьючах по несколько месяцев, ну люди, которых держали, поймут о чем речь идет, это действительно непросто, вот, и с точки зрения психики, и с точки зрения денег, и с точки зрения наблюдения за, там, один день ты просыпаешься, у тебя, там, плюс несколько десятков тысяч долларов, потом в другой день просыпаешься, у тебя минус несколько десятков тысяч долларов, ты такой, добрый вечер просто, я диспетчер, вот, поэтому ситуация, конечно, такая немножко психологически выматывающая, но хочется мне поучаствовать в нашем замечательном криптопразднике, ну и, собственно, я готов на это рискнуть и поставить. Это что касательно эфира, давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Итак, подводим итоги по эфиру, почему открываю ланги, что планирую делать дальше. Техническая картинка, понятная, восходящий тренд, подход к уровню, подход к 200-й машке, фундаментально, тоже понятно, возможный хайп с принятием ETF, большое количество проектов, развивающихся сейчас на эфире, и третий фактор, это, собственно, бычка. Следующий, четвертый фактор, это продолжительная консолидация, то есть мы понимаем, что если мы 110 дней стоим в консолидации, вероятно, в ближайшее время у нас будет выход. Если мы рассчитываем на выход по тренду, то нам есть смысл ланговать. Вот такая логика моего трейда по эфиру. Не знаю даже, есть ли нам с вами сегодня смысл разбирать лонг по солане. Ну ладно, давайте попробуем. Я просмотрю, что у меня уже на часах 18 минут прошло. Как я знаю, 18-минутные ролики не так много людей любят смотреть. Смотрите, по солане логика плюс-минус такая же, набор позиций плюс-минус такой же. То есть начинаем набирать позиции от текущих 145, набирая позиции вплоть до 100, точка моей ликвидации будет порядка 80. Ланговать я планирую с третьим плечом, то есть я набираю позицию на третьем плече. Если у нас будет проход по всему диапазону, то мы набираем позицию где-то со средней вот здесь, там 110-115 плюс-минус. Да, и точка ликвидации у нас будет в районе 85. Не знаю, почему я говорю слово у нас, как-то к себе во множественном числе у меня. У меня будет точка ликвидации на 85. Вот. С точки зрения солана, какая здесь логика? Смотрите, покупать солану на споте после того, как она дала 15 иксов одна, будучи 8 или даже больше 15 иксов, я смысла не вижу. Но в целом, если мы посмотрим на солану, график реально выглядит очень сильным. И лонговый сетап лично мне здесь просто супер понятный. То есть у нас было длительное накопление, да, то же самое, что на эфире, у нас была длительная аккумуляция. После этого у нас идет резкий выход вверх, причем настолько резкий, что мы к 200-й машке даже близко не подходили. Теперь у нас с вами после резкого выхода вверх рынок немножко остужается. Более 100 дней продолжается консолидация. Подходим к 200-дневной скользящей средней. При этом при всем подтягиваемся с вами к важному уровню и психологически, и технически в районе 100. Ну, тут можно сказать, что уровень есть и на 120, и на 100, но просто круглые числа, они всегда притягивают цену. Это нам с вами важно понимать. И по-хорошему мы сейчас на Солане, если эфир у нас и весь рынок идет вниз, должны исполнить что-то вот такое, и потом резко пойти вверх. С точки зрения цели именно по Солане. Смотрите, по Солане мои цели еще более оптимистичны, чем по эфиру. Они у нас находятся в диапазоне 600-800 долларов. Я пока поставил 600, ну, просто чтобы быть чуть больше в реальности. И, наверное, сейчас там какой-нибудь зритель, хейтер в комментариях обязательно найдется, покрутит пальцем и высоко. Какая Солана по 600? Вы что, Александр? А не торопитесь, не торопитесь со своими выводами, сейчас я вам все покажу, все покажу. Не переключайтесь, господа. Так вот, по технике, да, ну, люди, которые, опять же, базовым техническим анализом обладают, все прекрасно видят сами. Восходящий тренд над 200-ми мувингами. В принципе, объемы у нас тоже здесь неплохие, причем объемы именно по Coinbase неплохие. И самый важный фактор для меня с точки зрения фундаментала, то, что очень много сейчас идет слухов и хайпа на тему принятия еще ETF на Солану. Вряд ли это произойдет в течение ближайших нескольких месяцев, но вспоминая историю с биткоином и эфиром, как это происходит? На волне хайпа ETF есть несколько волн, да, роста. Первое, это когда уже идут прям официальные анонсы, что подали заявки. Давайте откроем прям график биткоина, я вам покажу. То есть вот там, грубо говоря, подают официальные заявки на ETF, бам, мы, соответственно, растем. Нет, наверное, здесь уже было принятие на ETF, то есть бам, мы выросли там что-то типа на 40-50%, потом принятие ETF, бам, да, у нас, соответственно, еще одна палка. После этого рынок, естественно, остужается и после этого у нас уже идет реальная накачка ETF деньгами и рост еще практически на 100% по биткоину. Вполне вероятно, что на Солане этот рост будет более экспоненциальным. Почему? Просто потому, что у Соланы меньше рыночная капитализация и качать Солану проще. Если миллиард, который заходит в биткоин, дает ему там, например, 1% прироста стоимости, то миллиард, вошедший в Солану, скорее всего, даст ей порядка 5% прироста к стоимости. И сейчас по Солане нету еще каких-то, опять же, там инсайдов, хрустальных шаров. У меня в комнате, к сожалению, не сидит ни одного рептилоида, который мог бы мне тут на ушко нашептать и рассказать планы масонов по Солане. Но исходя из того, что я вижу по графику, исходя из того, что я вижу, как сильно ведет себя Солана, исходя из того, что я вижу в текущем крипто пространстве, очень большая вероятность того, что все-таки ETF на Солану действительно будет. И плюс, плюс, вы должны понимать то, что, по сути, Солана сейчас это главный хайп-актив текущего рыночного цикла. То есть все инфтишки, все ММТогены, все приколы и весь хайп, по сути, в крипте сейчас происходит именно на Солане. Несмотря на то, что, да, эфиры там типа фундаментальнее, у него больше пользователей и бла-бла-бла, но нету такого хайпа на эфире. На эфире хайпит, по сути, только Пепа. А на Солане происходит все остальное. И это, опять же, в моем понимании очень-очень важно на крипте, потому что, когда придет народ, когда придет вот этот массовый ритейл, натапывающий сейчас в хомяках, кстати, то, естественно, люди захотят уже присоединяться туда, где есть движуха. В пустые проекты, где нету хайпа, заходить никто не будет. Окей, это что было с точки зрения Соланы относительно общего графика. Теперь посмотрим на то, как выглядит Солана с точки зрения отношения ее к биткоину. Тут тоже очень привлекательный график, на самом деле. Это у нас Солан к биткоину, напомню. И тоже, ну просто супер привлекательный график. Вот посмотрите, долгое накопление, да, то есть год у нас было накопление Соланы по отношению к биткоину, после чего у нас идет прострел, да, и по сути, с этого прострела, который у нас был еще в 23-м году, в конце, мы с вами откорректировались на текущий момент на 25%, и общая эта консолидация на графике по отношению к биткоину длится 108 дней. То есть по всем графикам Солана должна сейчас либо провалиться вниз нахер, ну то есть вот она либо идет обратно на свое дно, не знаю, что для этого должно произойти, либо же, соответственно, она действительно летит ракетой наверх и обновляет свои хаи, как с точки зрения непосредственно по отношению к биткоину, так и по отношению к доллару. Возвращаясь к теме, кстати, того, почему цели по Солане у меня очень оптимистичны на уровне 600-700 долларов. Смотрите, вполне вероятно, что Солана это просто эфириум нашего цикла, вот, и про это тоже не надо забывать. Давайте мы сейчас откроем с вами недельный график на Солане, вот, да можно даже дневку открыть на самом деле. Вот неделька. Это недельный график на Солане. Обращаю ваше внимание на то, как выглядит график, да, тут какое-то дно условно отрисованное, после чего мы идем с вами наверх, после чего корректируемся. И казалось бы, ну это хаи прошлого цикла, ну какие покупки, ну это невозможно, это надо быть просто дурачком, да, каким-то покупать тут на хаях и открывать ланги. Но открываем следующий график. Так, вставляем, сейчас секунду, просто чтобы у вас было понимание. Это опять же недельный график, да, не дневной, недельный. Вот показываю вам, как выглядел эфир в прошлом цикле. Давайте откроем дневку, чтобы было более наглядно понятно. Соответственно, вот здесь на ОКХ график не такой старый, можно найти там на каких-то других биржах постарше график, но не суть. Суть в том, что вот были какие-то хаи, да, собственно, потом идет накопление, после чего актив приходит снова в зону своих хаев. Вот это эфир в 2020 году в октябре. И вот ответьте себе, пожалуйста, на вопрос, хотите ли вы покупать эфиры на текущих отметках. Хотя, казалось бы, да, отстрелил со дна уже на сколько у нас? На 330 процентов, да. Тут, кстати, тоже, заметьте, была консолидация после того, как был первый прострел, тоже 100 дней. Но что у нас происходит с вами далее? Далее происходит то, что покорило сердца многих криптонов и заставило страдать от фомаёбства многие-многие тысячи людей. И почему вы считаете, что не может повторить то же самое плюс-минус Солана? Ну, то есть вот, если эфир торговался по 330 и потом дошел до 4000 долларов, что мешает Солане сейчас дойти даже до 1000 долларов? Я, честно говоря, не вижу каких-то особых ограничений, учитывая, что вполне вероятно, деньги снова будут печататься, ставка ФРС будет снижаться, придет Трамп, снизит налоги, скажет, крипта – это наше будущее, и мы все полетим ракетой наверх. Да, кстати, это еще один важный фундаментальный фактор, забыл вам про него сказать. Это приход Трампа. Я думаю, что Трамп наш слон, наш в смысле не как Российской Федерации, а наш в смысле как криптонов, что Трамп наш слон, и после его прихода, я думаю, что он все-таки выиграет действительно выборы, вероятно, это и будет тем самым еще одним спусковым крючком, после которого крипта уже действительно покажет нам какие-то новые интересные движения, новые Хаи, новые Ламбы, новые Дубаи и все, что вы так любите. Я просто, честно говоря, Дубай очень спокойненько к нему отношусь и считаю, что не самый лучший город для жизни, по крайней мере. Так вот, возвращаемся с вами. Долго мы с вами опять заговорились. Собственно, что мы сегодня с вами сделали, господа? Мы с вами сегодня, я лично, открыл два ланга. Эти ланги буду вести публично, буду рассказывать, как они продвигаются в телеграм-канале, буду делать по ним некоторые апдейты на ютубе, как я буду набирать свои позиции, я вам также рассказал, рассказал логику набора позиций, рассказал, почему фундаментально, считаю, что сейчас пришло время набирать такие среднесрочные ланги, почему сейчас есть смысл рискнуть, да, и дальше вы уже сделаете собственное исследование, подумайте, надо оно вам или не надо, и напоминаю, что любая торговля криптовой, она связана с рисками, и если вы думаете только о том, как много вы можете заработать, не забывайте о том, как много вы можете потерять, и берегите свои депозиты. До скорых встреч, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите ваши отзывы по данному видео в комментариях. До скорых встреч.